Десногорцы вспоминали воинов-интернационалистов. Конкурс «Молодые профессионалы» в нашем городе. Зима встретилась с весной в Теремке. Завершилось голосование по проекту «Любимый город». Вклад «Росатома» в строительство «Итер». А сейчас об этих и других событиях подробнее. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. С тех пор в этот день принято вспоминать солдат, воевавших и погибших в горячих точках мира. Сегодня, 15 февраля, отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мы расскажем вам, как десногорцы вспоминали воинов-интернационалистов. Десногорские – большое братство воинов, которые прошли дорогами афганской войны. Каждый год по традиции они все приходят в храм, чтобы помолиться за упокой души погибших товарищей и поставить поминальную свечу. Глава города, как боевой офицер в отставке, Андрей Шубин отдает честь, храбрости и достоинству воинов прошлого поколения. Мы будем помнить о наших ребятах, которые не вернулись с той войны, и вообще о всех локальных войнах. Заботиться о семьях погибших и вспоминать о них не только в тот день, когда мы, 15 февраля. А это, в принципе, наша долг и обязанность. Помните об этом ежедневно. После поминальной литургии воины-интернационалисты всегда посещают могилы своих товарищей, которые похоронены на Десногорском кладбище. Они молодыми преждевременно ушли из жизни, не перенеся последствий той далекой войны за пределами Родины. 29 лет вывода войск из Афганистана. Здесь собрались мужчины, которые воевали в Афганистане. Нас сейчас в городе 74 человека. Из них 16 человек с боевыми наградами. И вот сейчас в нашем кладбище лежит 8 человек. Это 6, кто воевал в Афганистане, двое, которые были в Чечне и Таджикистане. Можно с уверенностью сказать, что на страже российского государства в то время стояли настоящие патриоты своего Отечества. Из любой горячей точки они прежде всего защищали интересы своей Родины. В Смоленской области с 12 по 16 февраля проходит третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы». WorldSkills – это международное движение, направленное на популяризацию рабочих специальностей и повышение их престижа в обществе, а также развитие системы профессионального образования. На Смоленщине чемпионат проходит уже в третий раз, и в копилке региона немало побед разного уровня. По традиции, центральной площадкой проведения мероприятия стала арена Дворца спорта «Юбилейный». В дополнение к этому испытания организованы на базе Смоленского строительного колледжа, Козловского многопрофильного аграрного и Десногорского энергетического колледжей, а также техникума отраслевых технологий. О том, как проходит соревнование в Десногорске, в нашем следующем сюжете. В этом году в программу соревнований впервые включены компетенции для юниоров. Так, школьникам в возрасте 14-16 лет предоставлена возможность попробовать свои силы в конкурсном отборе по трем направлениям – электромонтаж, графический дизайн, предпринимательство. В Десногорском колледже школьники пробуют свои силы в электромонтаже. «Задание разработано с союзом, именно с возможностями для школьников. Задание – они используют материалы, это кабель-несущая система, пластиковые короба различных размеров. Работают они с использованием средств защиты. Ребята справляются все на ура, на отлично. У них все получается, все молодцы». В соревновании принимали участие три команды по два человека. Это ученики девятых классов из третьей и четвертой школ Десногорска, а также Дома детского творчества. Для ребят участие в первенстве подобного уровня и масштаба – отличная возможность профориентации и освоения современных технологий. «Работа для них, конечно, непривычная, но дети стараются, командой работают, учатся и, в принципе, получают первоначальные профессиональные навыки по электромонтажу, что в будущем, надеюсь, их определит, ориентирует на выбор профессии». «Молодые кадры, они всегда нужны, тем более квалифицированные специалисты, они всегда в цене, их сложно сейчас найти. Соответственно, данные предприятия, как бы так, прививаются со школы еще, да, детям уже дисциплину и какие-то навыки работы. То есть, нам, как непосредственно работателям, было интересно принимать таких молодых людей, которые что-то уже умеют». Программа соревнований включает в себя и масштабную работу по профориентации среди школьников, учащихся пятых-одиннадцатых классов. Вместе с педагогами смогли не только посетить площадку, где соревнуются их сверстники, но и принять участие в мастер-классах. «Для наших школьников это вызывает интерес к профессии, после чего они все интересуются буквально, посмотрите, если они везде, везде, возле каждого стола, возле каждого нашего студента, всем интересуются. Это дает тем, что они узнают о профессиях, которые мы готовим». «Мне понравилась профессия технолог воды. Я думаю, это более интересно, чем там повар, электромеханик, потому что в школе мы в основном делаем опыты, всякие уравнения, и мне это более интересно». Кроме того, в колледже работала дискуссионная диалоговая площадка, в которой приняли участие педагоги Десногорска, представители предприятий и администрации города. «То, что мы сегодня наших детей настраиваем на, в первую очередь, профессиональную подготовку, рабочие специальности, поможет как и нашим предприятиям, то есть находящимся на территории нашего города, так и в целом промышленности нашей Смоленской области, ну и, соответственно, Российской Федерации». Участники круглого стола обсудили вопросы подготовки специалистов по различным моделям обучения с использованием методики WorldSkills. Кроме того, как отметила руководитель Десногорского энергетического колледжа Наталья Черных, четверо дисногорских студентов принимают участие в испытаниях в Смоленске по трём компетенциям. Это сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей и электромонтаж. Победители соревнований войдут в сборную области для участия в конкурсном отборе на финале 4-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia», который пройдёт в августе в Южно-Сахалинске. 15 февраля православные отмечают Сретенье Господня. Праздник получил своё название в честь того, что в этот день произошла встреча младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной. Само слово «Сретенье» и означает «встреча». В детском саду Теремок ребят познакомили с этим праздником. История этого праздника гласит, Дева Мария пришла со своим сыном в храм. Туда же по внушению Святого Духа явился и старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрёт, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна Пророчица, праведная старица, которая давно ждала пришествия Христа. Также в народе этот день считали днём первой встречи весны. На праздник пришёл и романах Игнатий, он рассказал об истории праздника и пообщался с ребятами. Каждый раз, когда вы просыпаетесь, вы иногда чувствуете, как лучик солнечного света касается вас, и вы начинаете улыбаться. Также и происходит встреча с Господом. Однажды Он стучится в сердце каждому из нас, и в нас появляется умиление, радость. От встречи с Господом. Всё, что мы сейчас накопим, вот тот багаж знаний, сведений, опыта, особенно Храма Божия, нас в дальнейшем и нами будет руководить всю нашу жизнь. Мне понравилось. Там дети пели, и там ещё был Бог. Мне очень понравился праздник. Ребята читали молитвы, а ещё пели песни, рассказывали стихи. Песня. 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 В Десногорске с начала 2018 года жители выбирали территории для благоустройства. В городе работали два проекта. 15 февраля завершилось голосование по проекту «Любимый город». О том, какой объект в Центральной площади выбран Десногорцами для реконструкции, в нашем следующем сюжете. Для выбора десногорцам было предложено три направления для благоустройства главного парка города. Именно здесь проходят все массовые мероприятия. Голосовали за реконструкцию фонтана, сцены и за установку детской игровой площадки с резиновым покрытием. Всего на 15 февраля проголосовали по проекту тысяча пять человек. Из них 492 голоса были отданы за реконструкцию фонтана с освещением. Вот и фонтан можно было бы, и игровой комплекс. А игровой комплекс где? Я с резиновым покрытием в центре. Значит, игровой комплекс. Почему? Потому что деток много. Ну, может, только фонтаном, конечно. Все-таки мы здесь как-то лучше отдыхаем. С итогами голосования мы познакомим вас в нашем следующем выпуске «День за днем». И в завершении выпуска новости Росатома. Франция. Исследовательский центр ядерной энергетики «Кадараш». Здесь, на территории 180 гектаров, идет реализация одного из самых масштабных и технологически сложных проектов в мировой истории. Создание экспериментального термоядерного реактора «ИТЭР». В случае успешного решения этой амбициозной задачи, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии. В конце прошлого года руководство проекта заявило о завершении половины запланированных работ, непосредственное участие в которых принимали специалисты предприятий, входящих в структуру Росатома. Россия демонстрирует одни из лучших показателей по соответствию техническим требованиям, по соблюдению сроков, уровню общей поддержки и слаженной работе инженеров и ученых. Остается лишь надеяться, что в таком же духе наше сотрудничество будет продолжаться до завершения проекта. Россия не только готова продолжать сотрудничество, но и являлась одним из инициаторов этого проекта еще в конце 80-х годов прошлого столетия. А еще раньше, в 54-м, первый в мире термоядерный реактор «Токамак» был создан в Курчатовском институте. Сегодня опыт советских ученых используется при разработке 25 уникальных системокомпонентов для Этера. Гигантскую магнитную катушку на основе сверхпроводника собирают в Санкт-Петербурге. Установки для нагрева плазмы, гиротроны в Нижнем Новгороде. Системы защиты от температуры в 150 миллионов градусов в Новосибирске. Алмазные детекторы для диагностики реактора в Троицке. Мы предложили методику, мы предложили применение этого детектора, и сейчас мы по существу там развили технологическую линию по изготовлению этих детекторов. Это интересно для Этера, это интересно для космических исследований. В совокупности все разрабатываемые российскими атомщиками технологии решают две основные задачи. Во-первых, создают дополнительную загрузку мощностей предприятий «Росатома». Во-вторых, многие полученные в ходе исследования результаты уже пущены в промышленное производство. Таким образом, Этер служит для отечественной атомной науки своеобразным полигоном по отработке практических задач, связанных с энергетикой завтрашнего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова